Обычно партийные конференции это нечто скучное, заунывное и неинтересное, но сегодня в Уфе случилось событие партийной жизни «Справедливая Россия», которое, в общем-то, на моей памяти впервые происходит. Речь идет о том, что на сегодняшней конференции «Справедливая Россия» было полностью смещено прежнее руководство регионального отделения, господин Игнатьев и все его приспешники отправлены в небытие, и партийное отделение неожиданно возглавило Гаджимурат Заребекович Амаров, депутат Государственной Думы «Справедливая Россия». И, судя по всему, нас ждет впереди очень много интересного, потому что, повторюсь, такого события я не припомню в партийной жизни в республике, чтобы вот так резко, сразу и полностью было смещено все руководство регионального отделения. По сути, грядет некое обновление этой партии в Башкирии, и я полагаю, что нас ждет действительно по-настоящему политическая борьба на ближайших выборах в сентябре. Мы решили привести в порядок региональное отделение партии в республике Башкорстан, очистить ряды, ввести новый состав, новые рабочие органы. И, по сути, сегодня вы, делегаты, приглашенные, являетесь свидетелями становления новой партийной организации, независимой партийной организации, которая соответствует своему названию. Социалистической, за правду, за патриотизм. Вот, с сегодняшнего дня, я думаю, вся деятельность партийной организации в республике будет направлена именно к решению этих задач. Мы хотим, чтобы республика Башкорстан была демократической, значит, чтобы закон главенствовал, чтобы все были под законом, а не одна часть над законом, другие под законом. Подобная система, она неэффективна, не оправдала ни в одном государстве, ни в одном субъекте, в том числе Российской Федерации. И мы будем делать все возможное, все зависящее от нас, для того, чтобы состоялись честные выборы. И в Думу прошли, ну, я думаю, четыре, как минимум, депутата от партии «Справедливая Россия». И это, думаю, что я выражаю не свое личное мнение, а мнение избирателей. Потому что я очень много встречаюсь, и на протяжении пяти лет встречался в разных регионах республики, и знаю, мнение избирателей. Люди устали уже. Почему люди не ходят на выборы? Потому что говорят, да, там все уже решили за нас. Мы говорим, что решать за нас никто не должен. Решать должны жители, граждане Российской Федерации, проживающие в Республике Башкортостан. Они должны формировать состав депутатского корпуса. А депутаты должны представлять интересы своих избирателей. Так гласит федеральный закон Российской Федерации. И мы будем отстаивать наши интересы. Продолжение следует... В бюллетене для тайного голосования по вопросу об избрании сроком на два года председателя Совета регионального отделения на конференции регионального отделения социалистической политической партии «Справедливая Россия и патриота за правду» в Республике Башкортостан была внесена кандидатура члена партии Амарова Гаджимурата Зайбековича. В результате подсчета голосов по кандидатуре, включенный в бюллетень для тайного голосования, счетная комиссия установила, что голоса распределились следующим образом. Амаров Гаджимурат Зайбекович за 33 голоса, против 0. В соответствии со статьей 32 устава партии, счетная комиссия конференции решила считать избранным сроком на два года председателем Совета регионального отделения социалистической политической партии «Справедливая Россия и патриота за правду» в Республике Башкортостан Амарова Гаджимурата Зайбековича. Еще хотелось бы всех поблагодарить за оказанное доверие. Радости большой у меня нет, потому что я знаю, что такое возглавлять партию, и тем более в Республике Башкортостан. В национальных республиках бывает это гораздо сложнее, когда ты реально находишься в оппозиции и думаешь и стремишься к тому, чтобы партия работала в рамках штаба партии, и мы представляли интересы членов партии. Это достаточно сложная и тяжелая задача. Вот сегодня, допустим, озвучено, сколько членов партии? 1147. 1147. А было 4000 с лишним. 4300. Это буквально в течение месяца провели ревизию и выявили, что все-таки формальные члены партии не должны быть в наших ребятах. В наших должны быть активные сторонники партии. Я думаю, наш девиз, девиз регионального отделения партии, это будет один за всех и все за одного. То есть мы будем, несмотря ни на что, несмотря ни на кого, отстаивать ценности справедливости. Она сегодня необходима, она востребована, и 90% населения республики нас поддерживают, и это наши сторонники. Никто в рамках действующих федеральных законов не имеет права фальсифицировать выборы. Это уголовная статья. Тем более, если идут федеральные выборы, и в них участвуют около трех миллионов избирателей, так кто имеет право решать избирательных прав избираться и быть избранным? По сути, миллионы людей. Это мошенничество. Я даже сказал бы не федерального уровня, а мирового уровня. И мы будем жестко отслеживать каждый избирательный участок. И в этой связи у меня просьба ко всем и дальше передать, кто приехал с того или иного региона, чтобы все-таки поверили нам, поверили, что всегда, не только в сказке, но и в реальной жизни добро побеждает на фронт. И у нас для этого есть сегодня все возможности. Почему так резко вот это произошло? Полное обнуление руководства, полное смещение руководства не только непосредственных руководителей, но и всех контрольных, ревизионных и прочих органов в республике. То есть, с чем это связано и зачем это было сделано? Ну, проблема у меня выросла гораздо больше, чем вы даже себе предполагаете. Но, тем не менее, мои предки тоже боролись за справедливость, мои родители, и я продолжаю это делать. Надеюсь, что и мои дети и внуки тоже будут вести эту деятельность. Что случилось? Ну, собственно говоря, произошло обновление в целом в партии, как все это уже знают, новое объединение. И вместе с тем деятельность регионального отделения в республике Башкортостан аморфная, значит, привязанная к определенному типу чиновников, которые пытались управлять процессом партии, выдвижением кандидатов. В данном случае, считаю, что очень подло поступили, используя руководителя, уже бывшего теперь руководителя партии, при выдвижении городское собрание УФИ, ну, путем мошеннических действий, манипуляций, меняли списки. И такие же процессы, проблемы происходили и в других городах, в частности, и, значит, Бирские не допустили кандидатов, Нефтекамские путем угроз снятия с работы убрали наших кандидатов. Это недопустимо. Общество уже устало от лжи, фальши от обмана, да? И вместе с тем хотелось бы сказать, что, ну, на фальши, лжи, обмане не строятся демократические государства, не создаются перспективы для общества, для людей. Поэтому пришло время обновления, перемен, и это потребность общества, это общество само диктует условия. Я, бывая во многих районах республики, общаясь с людьми, вижу, что практически под 90% общества устали строить отношения на лжи, от мани, и устали от подобных явлений. Правильно я понимаю, что теперь партия «Справедливая Россия» для себя исключает какой-либо компромисс и какие-то лоялистские взаимодействия с администрацией республики. Правильно ли я понимаю, что никаких компромиссов и договоренностей с «Единой Россией» больше не будет? Ну, в рамках федерального закона, в рамках цивилизованных, человеческих взаимоотношений, в интересах республики, в интересах развития демократических ценностей, в интересах развития российского государства, пожалуйста, а все остальное неприемлемо. Мы никого, и ни одну партию, и ни одного чиновника поддерживать в его личных корыстных интересах, в ущерб жителям республики делать не собираемся и никому не позволим. В частности, и в данном случае, я хочу сказать о традиционных башкирских выборах. Мы будем всячески противостоять и призываем общество к противостоянию лжи и обману. То есть люди сами в конечном итоге создают эти предпосылки, не идут на выборы, а их голоса оказываются за нужного кандидата в конечном итоге, который никакой ценности в будущем для этого района, города, республики не представляет интересов. Здесь нельзя самим нам потворствовать. Общество само должно, каждый человек должен начинать с себя и спрашивать себя. На что вы, как руководитель регионального отделения партии, претендуете в результате выборов в сентябре? Какие позиции вы планируете занять в политической системе России и республики Башкортостан? Но в республике Башкортостан мы уже смело можем заявить, что мы являемся второй партией и первой оппозиционной партией. Я абсолютно уверен, убежден, что большинство жителей республики нас поддерживают. Почему? Потому что мы поддерживаем интересы жителей республики. Социальное государство, социальная справедливость, патриотизм. Это все, что сегодня нужно жителям республики. Мы будем представлять их интересы. Я думаю, что в сентябре мы претендуем на несколько мандатов и имеем право претендовать. Вы можете сами посмотреть, какие у нас кандидаты, какие кандидаты у других партийных структур выставлены. У нас достойные кандидаты. Имеют право быть избранными. И также мы претендуем на всех выборах в каждом городе, районе создавать наши фракции, создавать первичные партийные организации, которые будут представлять интересы жителей районов, городов. И в будущем, в Курултае, мы претендуем на половину мандатов, как минимум. Ну что же, задачи поставлены грандиозные. Желаю вам успехов и достичь их и даже перевыполнить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова